Все школьники и учителя 19-й школы сегодня были вынуждены пропустить последние уроки. Всему виной стало открытие новой универсальной спортивной площадки на территории их учреждения. Она стала пятой по счету из построенных за лето. Впереди открытие площадок в 16-й школе и Дю США-2. Ура! Мы строили, строили, наконец построили! Мы за здоровый образ жизни. Под таким лозунгом прошло открытие новой универсальной спортплощадки 19-й школы. Коллектив учителей и сами ученики устроили для себя и всех гостей настоящий праздник. Это событие состоялось благодаря муниципальной программе развития спорта совместно с компанией «Газпром». Сегодня для всей нашей школы радостный день. Мы проводим открытие торжественной спортивной площадки, проводим спортивные соревнования. Первые на этой площадке. И в этих соревнованиях участвуют не только учащиеся нашей школы, но и педагоги, и наши шефы из предприятия «Звездочка» «СВОП». Поэтому действительно сегодня событие, знаменательность сегодня родителей. Наконец-то пришло то, о чем мы мечтали долгие годы. Три команды соревновались в забавных этапах на скорость, используя нехитрый спортивный инвентарь. Азарт захватил не только участников, но и маленьких болельщиков. Победителей, проигравших, в этот день не было. Каждый получил бурю позитивной энергии и памятные значки. Хорошо, что мы завершаем строительство этих площадок. Всего у нас появляется семь в городе Северодвинске. Это очень здорово. Ребята очень рады и благодарны. Они просто мечтали об этом. Да, мы очень рады открытию этой площадки. Есть теперь возможность где позаниматься баскетболом, футболом погонять. Раньше не было такой возможности, а сейчас очень хорошо. Мы рады. 19-я школа, передовая в нашем городе с 2000 года, она работает по программе здоровьесберегающих технологий. Также педагоги первыми в городе ввели для учеников третий час физкультуры. Теперь помимо тренировок в бассейне, дети смогут заниматься спортом на современной многофункциональной площадке. Константин Мухин, Виталий Трапезников, Вестник Северодвинска. Продолжение следует...